добрый вечер у нас два алекса в текстах танаха очень часто одни и те же имена носят цари израиля и цари иудеи что достаточно путает людей в частности царь юаш который будет упомянут сегодня был царь юаш в иудее и царь юаш в израиле мы в прошлый раз я напомню было довольно давно уже мы говорили о царях иудеи я разных специфических событиях связанных с ними говорили о как раз царей иудеи юаши о царе иудеи азаре и узи еще до этого царя амации вот а сегодня мы перенесемся в северное царство и поговорим не поговорим немножко о том что происходило в северном царстве более-менее в эту же эпоху а следующий раз соединим их будет смычка это будет вполне оправданная потому что между двумя царствами возникнет конфликт вот так что же происходит в царстве израиля описываемую эпоху это вторая половина девятого века до новой эры и контак первая половина восьмого века до новой эры почти сто лет правит династия игу напомню вам что игу был тем самым человеком который согласно тонаху устроил государственный переворот и будучи военачальником и сверг с престола сына сына ахава его рама и по пути к власти об этом говорили довольно подробно произвел серию массовых убийств я не буду повторять о чем мы говорили в прошлый раз на во всяком случае сама по себе это династия его оказалось в северном царстве наиболее устойчивый наиболее долго правивший четыре поколения царей но при этом последний предпоследний из них правил очень долго больше сорока лет эпоха это для северного царства начинается не слишком-то блестяще потому что с одной стороны это время когда есть некоторое затишье в конфликтах с усиливающейся постепенно ассирией но как раз после памятной битвы в каркаре при каркаре сирийская экспансия была практически на сто лет остановлена и это как бы принесло облегчение народом леванта народом региона вот но с другой стороны так как описывает танах и в общем этому есть и подтверждения извне северное царство израиль находится под ударом своего северного соседа арама арама со столицы в дамаске царь хазаэль о котором мы тоже говорили и его сын бен-гадан третий устраивают нашествие на израиль достаточно успешные а согласно книге дивери амим царь хазаэль даже вторгся на территории иудеи и дошел догата догата христи филистимлянского который разрушил вот значит танах в общем-то мало рассказывает о двух потомках его его хазе и ваш и сейчас с вашего разрешения открою файл приготовил значит вот это вторая книга царей тринадцатая глава рассказывается о царей уахазе сыне игу достаточно нелицеприятные вещи говорятся он делал дурной в глазах господа и поэтому пал жертвой арамейских царей хазаэля и венадада все дни своего царствования царство и уахаз приблизительно приблизительно 17 лет вот и тем не менее тонах автор книги царей считает необходимым отметить поскольку царство изра израильская устояла под этим натиском что несмотря ни на что бог как бы вняв тем страданием которые испытывал израиль немножко напоминает нам известный как бы потом который начинается уже с истории исхода из египта и послал им спасителя значит кто этот спаситель трудно сказать есть комментаторы которые считают что здесь подразумевается сынью ахаза и аж при котором при котором давление давление арама начинает ослабевать вот есть с другой стороны те кто полагают что под спасителем подразумевается как раз таки царь ассирии который начинает потихонечку со своей стороны тесните 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 рам это еще пока не полномасштабная экспансия вот но как бы некоторая подготовка подготовка к будущему вторжению ассирии значит в то время в ассирии правил царь 1 1 1 1 3 3 он был внуком того самого шалманасара 3 при котором произошла битва при каркаре и он как бы пытался продвигаться на запад вот значит после него осталась надпись который в частности он хвалится тем что победил победил царя арама и в одной в одной из надписей как раз упоминается и и ахаз царь израиля значит это собственно все что рассказывается о сыне игу немногим больше рассказывается о внуке игу юаши повторяю это не юаш царь иудея о котором мы говорили в прошлый раз а юаш царь израиля тот юаш который воевал с царем иудея амацией мы об этом тоже говорили и он его победил даже взял в плен здесь в кратком отчете о царствовании юаша говорится лишь что он тоже делал дурное в глазах бога вводил израиль в грех и и в конечном счете как бы оценивается он достаточно отрицательно но его фигура связана не с кем иным аннахи как с пророком или шай пророк или и лишь а это такая достаточно важная фигура этого времени который в отличие от своего предшественника или ягу конфликтовавшего постоянно с царю с царской семьей в израиле и обличавшего ахава и земель и лишь а находится как бы в каком смысле покровительствует царю царю израиля каковым является юаш и и в частности здесь описывается такая сцена полу метафорическая полу легендарная наносящая я очевидно символический характер где и лишь а дает указание царю израиля стрелять в окно на такой уже известный хорошо зафиксированный фольклорный мотив то кто стреляет в окно попадает далеко может как бы тем самым уничтожить своих врагов и лишь а как тут сказано кладет при этом свои руки на царя на руки царя то есть как бы некоторое соединение пророческого духа с этой военной царской силой и царь юаш исполняет требования пророка и стрела которую он пускает называется стрелой спасения и лишь а обещает юашу полную победу над арамом однако царь вместо того чтобы безостановочно стреляя выпускать стрелы стреляет лишь три раза за что лишь а гневается на него и говорит вот за то что ты остановился ты только три раза побьешь арама и и как бы полные победы не будет что их как говорит здесь танах и произошло победа победа юаша над арамом было частичной и бы он смог забрать из рук бенадада сына хазаэля царя арамского часть городов которые были захвачены но победил его не полностью то есть мы видим что иногда танах вводит такое довольно сухое повествование хранистского типа мы видели про юаха за вводят такие как бы рассказы о пророках носящий легендарный полу метафорический характер пророк рядом с царем который руководит им и зависимости от степени послушания царя слову пророка изливается на израиль божественное благоволение здесь она не пол вот и в этот момент мы переходим фигуре очень значительные очень важный четью аж правил правил примерно 11 лет а ему на смену приходит его сын яровам который правит 41 год как я уже сказал и вот что говорит про него тонах и сделал он дурное в глазах господа не отступал от грехов своего предшественника яровама сына невата который основал царство израиля но при этом он расширил границу израиля от сирийского центра называемого него хамат до мертвого моря одья мхарова по слову господа бога израиля который тот говорил через раба своего йону сына амитая пророка из некого места в галилее называемого гад хэфером опять же аргументация все та же бог видит страдание израиля видит что никто ему не помогает и он не хочет уничтожить израиль из-под небес и спасает его через яровама сына и юаша значит время еще не пришло автор должен объяснить почему грешное царство израиля продолжает существовать она в конце концов будет уничтожена сметено ассирией но пока она продолжает существовать и как бы объясняет тем что чаша божественного терпения еще не переполнилась и бог жалеет израиль теперь мы здесь мы приходим некоторые такой довольно важной точке истории только израиля а как бы может сказать и и еврейской литературы еврейской традиции вообще и раван бен юаш правит 41 год и именно в его во время его правления по сути дела начинает свою историю так называемое классическое пророчество до сих пор мы видим фигуры пророков которые являются героями исторических книг будь то шмуэль натан гад и льяву лишь а вот именно с этой эпохи с первой половины восьмого века до новой эры появляется совершенно новое явление пророческое движение которое оставляет после себя тексты и в частности это все связано с именем пророка которого зовут амос но до того что мы перейдем к амосу и поговорим о том что он амос думал о царе и равами как он относился ко всему тому что происходило я все же хочу на минутку вернуться к упомянутому в этом кусочке и они сыне сын и сыне амитая а это единственное место где пророк юна сын амитая упоминается в танахе помимо одноименной книги причем как мы видим пророчество которое ему здесь приписывается не связано со сирией то о чем рассказывает книга юны это пророчество которое обещает расширение границ израиля это пророк не обличающий а как раз таки пророк который обещает израилю спасения довольно не частный случай большинство пророков израиля так или иначе находится в оппозиции и произносят скорее раз на большем количестве пророчества связанные с грядущими наказаниями а порой несчастьями здесь пророк юна сына метая это пророк утешения пара excellence теперь какова связь между этим упоминанием и книгой пророка юны книга пророка юны создается в эпоху второго храма она является своего рода таким странным вложением в книгу в книге малых пророков тресса так называемые 3sr 3sr 12 малых книг видимо пока не мере не один так полагаю что нужно было обязательно довести число пророков упомянутых в этой книге до 12 потому что 12 число типологическое а был только 11 и вот был была внесена книга этот корпус которая вообще говоря не является пророческой по своей сути это книга притча книга рассказ о пророке в этом смысле это напоминает рассказы опять же о пророках я у или там скажем или же но при этом это как бы текст созданный значительно позже в повторяю в эпоху персидскую и в что легко доказывается основе языка этой книги и автора этой книги достаточно малой степени интересуют исторические реалии он создает как бы некоторый сюжет связанный как мы помним с нежеланием и он и сына амитая пророчествовать о оба сирии и кончая рассказом о том как бог прощает ассирии и и грехи за раскаяния это совершенно особый жанр а такое то что называется на латыни экзамплум своего рода притча почему автор этой книги избрал на данную роль именно и он у сына амитая сказать однозначно трудно он как бы в чем-то подходил ему по эпохе до эпоха юровама сына него то это постепенное наращивание осилий сил для будущих захватов и как раз в это время пророчествует юнабе на метай возможно по этой причине автор книги юны избирает именно эту фигуру хотя он мог бы выбрать другую фигуру этих целей но как бы возможно валентности были заняты он не мог для этого избрать амоса и искать нахума и уши а потому что книги этих пророков тексты связанные с этими пророками существовали и так поэтому видимо он выбирал фигу пророческую фигуру по поводу которой нет с которой не связаны текстуальные традиции описывающие пророческую деятельность вот но на самом деле повторяю центральной фигурой для понимания того что происходило в это время и важным элементом для сравнения с написанным в книге цари является книга пророка амоса эпоха повторяю постепенного возвышения ассирии и прозорливые люди пророки в первую очередь предчувствовали беду что беда грядет она еще не наступила еще не появился на самом деле на на горизонте будущий основатель ассирийской империи теглад пелесар юра вам ценного то ценная ваша умирает 748 примерно году до новой эры а теглад пелесар появляется на на нашем регионе примерно на 15 лет позже но это как бы очень близко по времени это начало восхождения ассирийской империи с одной стороны с другой стороны как раз в израильском царстве в этот период наступает некоторый ренессанс расцвет политический и экономический во время правления яровама очевидно что израиль политически расширяется и усиливается его больше не беспокоит аран и как бы он одерживает победы над над арамом и видимо экономически царство накапливает какие-то ресурсы что в свою очередь приводит к тому что в обществе начинается социальное расслоение вот здесь мы собственно говоря и подходим к амосу которому сейчас и поговорим значит амос считается традиционно первым таким вот классическим пророком по целому ряду параметров и о времени деятельности и по но них не к нему образу которого мы коснемся несколько ниши я тут собрал не определенное количество отрывков из книги амоса и к сама не очень большая всего 9 глав которые те отрывки дают нам понять что же амос был за фигура и что он думал о происходящем на вот этом ближневосточном пространстве первой половине восьмого века до новой эры у него очевидное историческое мышление ну во первых в первой главе он угрожает араму значит его преступления против израиля не будут прощены и дом хазаэля династия хазаэля будет уничтожена это как бы то что амос говорит о барами и вообще начало книги амоса это некоторая цепочка пророчеств посвященная разным народом имеющий один и тот же зачем за три преступления и за четыре я не помилую и в конце этой цепочки появляется неожиданный израиль некоторые исследователи полагают что это своего рода риторический прием обращения к слушателям сначала как бы за здравие у слушатели возникает ощущение что все враги будут повержены а у нас все будет хорошо и вдруг неожиданно возникает совершенно другой образ и наносится удар внутри так сказал господь за три преступления израиля и за четыре я не прощу ему за то что продавали за деньги праведника и бедняка за ботинки а впоследствии этот стих становится таким очень знаковым потому что в эпоху второго храма он накладывается на историю продажи братьев иосифа продажи иосифа в египет и как бы вот эти стихи и бьен дава баур на лайм слова бедняк за бедняка продавали за башмаки за ботинки они как бы вот встраиваются в эту историю но у амоса у самого речь очевидно идет об угнетении бедных которые у него ассоциируются с праведными заметьте что слова цадик и слова и вьон праведник и нищий запараллелено в этом тексте это фактически первый текст дошедший до нас из танаха в котором ставится знак равенства между праведником и бедняком амос был своего рода рупором униженных и оскорбленных угнетаемых богатыми и сильными которых он обвиняет здесь в том что они топчат бедняков он использует целый ряд терминов цадик и вьон даль она и снова запараллелено слово даль бедный со словом она смиренный он описывает совершенно развращенную жизнь которую ведут богатые и угрожает им говорит я я ведь уничтожил свое время врагов ваших и морейцев когда вы выходили из египта я водил вас 40 лет по пустыне я дал вам пророков и назиров а вы взамен этого затыкаете им рты опаиваете назиров а пророков говорите не пророчествуете вот я сейчас встряхну вас так как встряхивают повозку наполненную снопами и естественно все содержимое из повозки вываливается и будет тотальное бегство которая как бы ну будет связано видимо с нападением врагов от которых невозможно будет защититься так амос описывает грядущую реальность связанную с царством израиля еще в нескольких текстах он описывает примерно то же самое он говорит о том что вожди израильского царства времен ира и и равама собирают несметные богатства строят себе дворцы все это есть результат награбленного и поэтому опять же от имени бога обещается им неизбежная расплата как тут сказано в реке ти бэйт хохоры фальбэйта кайц я разобью разрушу как зимний дворец так и летний в дуба ты гашен и пропадут погибнут будут разрушены дома и слоновой кости он называет руководителя израиля тучными коровами башана пород га башан которые опять же грабят бедных как бы метафора и подразумеваемые в этой метафоре перемешиваются в одном стихе он использует очень жесткие слова они грабят бедных разбивают не разбивают буквально нищих руцы соты веним и опять же амос обещает за это неизбежную расплату и изгнание ну самый большой вот кусочек этому посвященный здесь это глава 5 который амос обращается с увещанием к своим соотечественниками говорит что есть шанс спастись если взыскуете господа когда вы будете жить но никого никого это не интересует наоборот так описывается самим амосом сан у ваша армухиах виду верта мим и т.м. они ненавидят того кто обличает их во вратах города до вместо городского собрания слова честных они испытывают к ним к нему отвращение и опять же как рефрен постоянный что они мучают бедных цуреры и праведных цуререй цадик лук хей кофер выявью нимбе шаргиту они засуживают бедных и поэтому их ждет неизбежное наказание и здесь амос произносит очень знаменитые слова которые лягут впоследствии в основу концепции пророческой которая по поводу которой до сегодняшнего дня не утихают споры вот что он говорит двадцать первом стихе 5 главы санэти ма асти хаги хэм билу ариях беа цротэ хэм я ненавижу меня вызывают отвращение ваши праздники я не хочу обонять бы дым ваших приношений на собраниях ваших киим то лулио лоту минхоты хэм ло рц в еще лим мэри хэм ло обид даже если вы мне принесете жертву всесожжение всяческие приношения я не захочу принять их и мирные жертвы ваших быков я на них не посмотрю а сэр мя лай хамон шереха в изимратный валиха ло и шма очевидно как без слова моса что вот это служение богу храме петели в шумроне в других местах сопровождалась имелся музыкальное сопровождение и вот тамос говорит я не всего этого не хочу заберите от меня ваши звучание ваших песен звук ваших арф я не хочу слушать единственное чего я хочу вайгаль камай мишпад уздака ты на халь и тан пусть же как вода льется справедливость или суд а справедливость как полноводная река азлах ему минха и гаштем лива мид бар арба им шана боит израил снова вспоминает исход из египта и говорит разве вы приносили мне в пустыне жертвы и при наш и приношение в течение 40 лет дом израиля слова которые естественно вызывали множество вопросов у комментаторов начиная уже с классических комментаторов которые с удивлением разводили руки и говорили ну как же как раз мы читаем в торе о том что во время блуждания по пустыне жертву приносились был построен мешкан скиня и там приносили жертвы что же такое вот здесь говорит имеет ли он в виду что это как некоторые считают не является первые исходные заповедью или же это опять же некоторые риторический прием который из которого следует понять что это не самое главное что чем можно служить богу и как бы амос нажимает на это и подчеркивает что бог мог бы обойтись и без жертв так или иначе он обещает народу опять таки здесь изгнание теперь вот эти слова которые я прочел более подробно они потом будут прежде всего унаследованы своего рода учениками опосредованным учеником амоса пророком и шаяу сыном амоса из иудеи очевидно что традиции пророческие традиции связанные с амосом и его младшим современником уши из израиля после разрушения израильского царства были перенесены в иудеи и стали известны один из этих пророков амос оказал очень серьезное влияние как я сказал на и шаяу а другой уши не менее серьезное влияние оказал на пророка гораздо более позднего действующего уже на закате иудейского царства ермиял теперь по поводу этой и тело этого довольно сильного утверждения я не хочу ваших жертвоприношения они мне ненавистны значит спор ведется велся по крайней мере очень долго что имелось в виду в пророческих текстах полное отрицание практики жертвоприношений и взамен этой практике бог требует только лишь справедливость и милость и и как говорит пророк уши я желаю милости они жертвы или же и таково мнение значит в основном воспринято христианской традиции которая значит как бы на этом строит базу отрицающую концепцию отрицающую необходимые жертвоприношения или же как в результате это как бы было принято в недрах еврейской традиции в поколениях ее речь идет не столько о полном тотальном отвержении жертвоприношений сколько о их обусловленности жертвоприношения пусты если они не подкрепляются справедливостью и милостью если в социальном плане бы люди грешат а потом приходят вроде как в храм искупать свои грехи вспоминается здесь знаменитые строчки блока грешить бесстыдно непробудно счет потерять ночами и дням из головой от хмеля трудной войти сторонкой в божий храм а вот это примерно то что описывают амос и шаяу и опять же спор не разрешен но в принципе ни один из пророков не призывает к тому чтобы был как бы было аннулировано был аннулирован храм и поэтому вы еврейская традиция исходит из того что здесь скорее оставится некоторые шка устанавливается шкала ценностей действительно есть примат морали и и это примат морали является одновременно условием для того чтобы осуществлялась практика жертвоприношений я не буду сейчас читать отрывок из 6 главы которая тоже как бы более-менее в этом же ключе описывает то что происходит в израиле да он называет и их людьми которые живут беспечно и не чувствует что над ними нависла серьезная опасность потому что как тут сказано мета его но хиит геон яков я не на я ненавижу испытываю отвращение к славе якова в армону там сан эти и дворцы его ненавижу и я отдам врагам город и все что в нем отсюда как бы более того он упоминает некоторые места которые видимо были захвачены во времена яровама как раз а смехим лило давара умрим халобы хоскену лакахну лану карнаем это как раз судя по всему места на восточном берегу ярдана значит отвоеванные города у арама но амос говорит ки-геними кима ли хэм бэйт и сраэль нему мадуна и лухей тсваут гой виллах ацует хэмми лево хамат 1 халява я подниму дом израиля на вас на вас народ которые будут давить вас от лево хамат до пределов мертвого моря это звучит эхом тем словам которые мы прочли в книге царей те самые захваты которые осущен успешно осуществил и равам бен юаш и в общем под эгидой под в результате божественной поддержки в результате божественной эмпатии в результате того что бог решил пока не стирать имя израиля из поднебесной мы видим что между автором рассказов и не царей и амосом здесь можно назвать это некоторой скрытой полемикой которая происходит амос не приемлет такую концепцию амос утверждает что все внешние успехи которые были достигнуты в правление и равама сына юаша есть лишь жалкое прикрытие тех глубоких той глубокой порчи которая разъела основы израильского общества и поэтому как бы все эти внешние весь этот внешний блеск все эти уз военные и экономические успехи не стоят ничего поскольку народ народ попираем сапогами собственных руководителей богатых людей и здесь мы доходим до до нарративной единственной нарративной главы в книге амоса в этой это нарративная глава я ее не не провожу всю а только вот действительно кусок нас интересующие начинается это сведение амос видит бога который стоит на стене и в руке у него отвес обычно как вы понимаете отвес служит для строительства но здесь будет служить совсем для другого бог обращается к массу и спрашивает что ты видишь амос вот отвечает я вижу отвес и бог говорит ему вот я сейчас установлю этот ответ среди народа моего израиля и не прощу ему более то есть отвес будет служить не для строительства ровно для противоположного для разрушения будут разрушены святилище ицхака видимо вот эта форма и исхак вместо ицхак полагается что это диалектальная северная форма здесь скобках отмечу что амос сам по себе по происхождению как раз иудеянин он из ткова из иудейского города ткова но его пророческая деятельность по крайней мере то что описывается это на хам пристиг происходит проходит северном царстве в израиле и вот этим то собственно говоря и связан наш сюжет который мы сейчас прочтем этот маленький рассказ значит итак амос обещает разрушение святилищ израиля и как он говорит вы кампе альбейтера вам баха баха я поднимусь на на дом на династию рова ма с мечом то есть эта династия будет уничтожена и дальше раз повествуется следующее жрец по имени амация бит эльский но из центральных святилищ северного царства посылает донос юрова а царю его вам и говорит амос устроил против себя заговор пытается как бы подбить израиль на мятеж земля не может вынести его слова ибо амос говорит такие слова от меча падет евро вам а израиль будет изгнаться с вами ли не ровно самое что говорится несколькими стихами ранее и на эту тему есть опять же исследования о степени связанности этого рассказа с предыдущим пророческим видением но так или иначе по сути своей различия невелико изгнание израиля гибель династии рова амация как бы как в кино значит следующая сцена переносит нас в место где амация говорит самим амосом и мация требует от него чтобы он ушел сказала мация амосу провидцу иди беги землю иудеи там откуда ты пришел и там ешь свой хлеб и там пророчество и то есть он воспринимает амоса как пророка на жаловании значит пророк это не какая-то фигура спонтанная это один из царских назначенцев который должен служить быть лояльным власти и служить верой и правдой фигуры такого рода пророков время от времени описываются и в исторических книгах танаха в бейт или же не пророчеству вы пророчеству и больше ибо это храм царский и дом царя значит поскольку ты пятая колонна убирайся отсюда интересны слова которыми амос отвечает это извали и сказала мозг амации я не пророк и не сын пророка это такие слова которые стали урода вошли в фразеологию иврита лена ви анохи вы ви анохи я не пророки виде и не сын пророка в том смысле он хочет сказать что я вовсе не пророк на жаловании как ты меня представляешь я человека буянный божьим духом кивокер анохи уволес шикмин я вообще скотовод и крестьянин в вайках и не аду наима хори отцом и бог взял меня из год с пастбища где я паскот и сказал мне господь идеи пророчеству и о народе моем израиле теперь же послушай слово господа ты говоришь не пророчеству и об израиле и не обличай дом исхака поэтому так сказал господь жена твоя в городе будет блудить что значит что ее возьмут качестве наложницы в плен захватчики у ванеха у внотеха бахера в и полу и твои сыновья и дочери падут от меча в адмат хаба хэвэль ты хулак и земля твоя будет разделена врагами по жребию да то ляда мактыми а тамут ты же умрешь на нечистой земле под нечистой землей в этом тексте судя по всему подразумевается за граница значит нет не земля израиля в исраэль галуи для меня ладма то а израиль будет изгнаться своей земли а так собственно говоря это некоторые такой ну форма формообразующий текст который заявляет о начале нового пророчества пророчества которая носит так вот в лице амоса как бы встречаемся с новым явлением она здесь заявлено как новое явление пророк который призван богом что называется почти от станка на вот стад это вообще такой распространенный образ от стад призывается избранник например давид избран тоже от стад вот так вот сейчас пророк так избирается и прочерчивается четкая династия дистанция между таким пророками пророком на службе и с этого момента фактически в как раз в эту напряженную эпоху когда появляется предчувствие начала конца такой вот как бы декаданс это эпоха конец эпохи ира-авама и предчувствие что скоро придут враги это предчувствие облить как бы амос облекает в слова которые выражают бы его концепцию воздаяния и вот это новое что он привнес очень резкая радикальная социальная критика резкое обличение это с этого вот начинается пророческая классическая пророческая деятельность в израиле вот я здесь не про остановку значит если у кого-то есть вопросы то их сейчас самое время задать вот если вопросы есть топ вопросы замечания то пожалуйста пожалуйста можно открыть микрофон и спросить задать вопрос окей если вопросов пока нет то я сделаю такой не знаю сколько мы из этого сейчас успеем но я скажу что же происходит в северном царстве после смерти ира-авама когда опять же при жизни ира-авама казалось что его его начинание привели к расцвету израильского царства это как бы пик династии его вот а в результате все кончается все кончается крайне трагично сегодня мы до этого конца еще не дойдем но сейчас я открою снова файл его доступным для просмотра значит что же происходит вслед за тем после смерти ира-авама к власти приходит его сын захария который согласно танаху правит всего шесть месяцев и тут же происходит переворот а это частое явление после сильного и харизматичного вождя его потомки не в состоянии удержать власть в своих руках естественно согласно книге царей его как бы смерть заговор против него вполне объясним на фоне того что он продолжал грешить против него устраивает заговор никто по имени шану млевыш один судя по всему из руководителей за иорданской части восточного берега израильского царства казалось бы жители этой территории должны быть благодарны и яроваму за то что захватчики арамские захватчики были оттеснены оттуда но тем не менее именно восточного берега приходит конец династии у я вешет эту место значит вообще вот он называется здесь вроде как его что имя но некоторые исследователи полагают что это сокращение бен-я-веш-гил-ад то есть шалум из-я-веш-гил-ада из города который известен нам и по более ранним рассказам рассказом из книги шофтием из книги шмуэля связанными с шаулем и вот этот человек шалум бен-я-веш свергает последнего из представителей династии его его царяется вместо него в соответствии как сказано в книге царей с пророчеством которое было произнесено обращенном самому и руку что его потомки будут сидеть на престоле течение четырех поколений сам этот шалум бен-я-веш царствует царствует очень недолго на самом деле то что здесь происходит это своего рода повторения ситуации которая происходила уже в израильском царстве до появления династии умри ахава там тоже был такой вот цепочка переворотов мы это видели и здесь то же самое сейчас происходит сам шалум правильный самарий всего-навсего один месяц и появляется следующий претендент никто меняхэм бен-гади из терци древней столицы израильского царства во времена иравама сына невата и его потомка вплоть до и династии маши этот меняхэм бен-гади приходит в самарею и убивает шалума то есть начинается с этого момента такая цепочка государственных переворотов и такой вот вихрь который в результате приводит к очевидному ослаблению израильского царства по поводу этого меняхэма рассказывается что он был успешным воителем хотя надо сказать что фраза это звучит довольно странно говорится так аз я кем и на хэм и тифсах вит коля шерба вит гуле митирца кило фатах ваях и тколь херутэ бикея тифсах собственно говоря это населенный пункт это город который находится на берегу ефрата это как бы сказать что сказать что минахэм распространился столь далеко на северо-восток это в общем такая совершенно нестандартная такое нестандартное утверждение и более того не вызывающие большого доверия поэтому некоторые современные комментаторы предлагают предлагаю здесь имендации предлагают вместо тифсах читать топуах одно из населенных мест в израиле то есть описывается в таком случае описывается как минахэм довольно безжалостно утверждал свою власть в израильском царстве захватывая те города которые ему не подчинялись значит и те города которые не открывали ему ворота он их безжалостно разрушал и более того убивал рассекал беременных женщин тоже такой очень известный характерный образ который появляется в танахе не раз для описания какой-то особой изощренной жестокости значит уничтожение беременных женщин и малых детей в какой мере все это описание исторически достоверно мы не знаем у нас нет никаких внешних источников которые бы это как-то подтверждали но очевидно что сам она здесь как бы преследует явную цель текст этот рассказ преследует явную цель показать что израиле начинают править люди которые как бы совершают чудовищные жестокости и злодейство и поэтому израиль постепенно скатывается в бездну значит про аминахом и говорится что он правил в самарии два года и именно в этот период на небосклоне ближнего востока появляется новая фигура о которой мы более подробно будем говорить следующий раз а именно теглад пин лесор царь серий тоже захвативший власть в результате государственного переворота носящий здесь в этом месте имя пуль пулили пулу это собственно говоря второе имя теглад пелесора которое он принял называв себя вавилонским царем семья он как бы называл себя и вавилонном вавилонин пулу а сирийское его имя было теглад пелесор правда она отметит что автор дирея мим который как бы видимо не очень хорошо разбирался в этих деталях он посчитал что это два разных лица и говорила о том что на территорию израиля и иудеи пришли пулу и теглад пелесор и вообще царей ассирии во всяком случае теглад пелесор появляется именно в этот период и облагает израиль большой данью имена х м вынужден платить ему очень большую дань тысячу кикаров серебра с тем чтобы получить разрешение на продолжение существования в качестве вассального государства сам минахэм закончив свое десятилетнее правление умирает его место занимает его сын по имени таках я который удается править всего два года после чего и против него устраивается заговор и к власти приходит его военачальник по имени сын ромальяу который о котором более подробно мы будем говорить следующий раз потому что тках сын ромальяу был одним из тех фигурантов которые пытались устроить создать анти ассирийскую коалицию и привлечь к ней иудейского царя ахаза значит понятно что все это описание которое мы сегодня закончим она как бы стремится видимо не просто сухое описание того что происходило а общий ему такой скрытый пафос состоит в том что израиль приходил из-за израильское царство приходило все больший упадок и скатывалась как я сказал в бездну с которой выбраться уже было очень трудно значит как бы можно задаться вопросом который мы и закончим собственно не является ли вот это состояние израильского царства и постоянные перевороты постоянные смены династий в отличие от иудейского царства где в общем практически без перерыва на протяжении столетий правит одна династия династия давида так вот не является ли это положение дел причиной того что израильские пророки пророки израильского происхождения например у пророка уши который я упоминал сегодня резко и категорично выступают против царской власти в израиле воспринимая ее как своего рода бунт против власти бога единственного царя возможно что вот такое неустойчивое политическое положение но как бы являлась по крайней мере одной из причин для создания оппозиции царской власти в иудеи все обстояло совершенно иначе об этом еще отдельно будем говорить там как бы миф о незыблемости незыблемой избранности дома давида он как бы сохранялся поддерживался поддерживался в том числе фигурами пророческими но здесь я поставлю сегодня точку опять же вопросы замечания перед тем как мы сегодня завершим наш разговор у меня такой вопрос если меня слышно пожалуйста да я очень тут плохо у меня что-то зум такой все время звук вот я собственно возвращаясь время к своему вопросу я вот сейчас добавил оппонента пророки я вот все-таки не понимаю до конца ну допустим где время и книга царей значит это два разных времени и время написания этих значит книг то есть время историческое что происходило историческое это тоже другое время а вот книги пророков как они значит вписываются во все это они сами по себе они как-то перекликаются кроме того что их упоминают они двух самих пророков то есть когда они действовали это считается как бы до первого храма смотрите пророческая деятельность вот то что мы называем классический классическим пророчеством она существует около 300 лет древнем израиле его начало вот как раз примерно середина восьмого века до новой эры амос уже его конец примерно середина пятого века до новой эры времена гая захарии это на самом деле еще конец шестого века а такие пророки как юэль и малахи видимо это ближе к середине и к середине пятого века как бы начала эпохи второго храма по разным причинам это отдельный вопрос как бы почему вот это явление начинает закатываться после вот после изгнания после возвращения из милонского плена как бы есть какие-то его остатки дальше начинает развиваться другие в чем-то похожие 7 пророческие круги опять же отдельный вопрос это движение и литературный корпус ним связанный они стоят в общем особняком они конечно перекликаются из книги царей книга дибрая мим в некоторой степени опирается на на концепции таких пророков как ирмияу и хискель значит но при этом это это движение она как бы самодостаточное стоит само по себе стоит особняком выражает некоторые отличные от того что мы находим в историографической литературе концепции и зачастую стоит в оппозиции тем представлением которые мы например встречаем книги царей ну скажем например концепции наследственного воздаяния которые некоторые из пророков категорически отрицают вот время написания этих книг это отдельный и спорный вопрос значит сами пророки писали ли они что-нибудь и если да все ли писали и очевидно только одно что книги которые названы их именами являют собой не произведения как правило не произведения написаны как бы некоторые сжатый ограниченный промежуток времени а это результат некоторые онтологической собирательской деятельности то есть тексты и традиции возможно изначально из устные а потом уже письменные стена на и с именем того или иного пророка соединяются вместе собираются в какие-то группы текстов постепенно разрастаются такой своего рода снежный ком пока наконец не создается большой корпус так по крайней мере очевидно так создавались такие книги как и шаряу ирмияу что касается более маленьких произведений таких эхомоз или ушей других возможно что здесь процесс был более как бы сжатые по времени и менее менее сложный так или иначе когда этот процесс пришел своему завершению трудно сказать но по всей видимости где-то в недрах эпохи второго храма во всяком случае в конце этой эпохи более-менее в конце этой эпохи виллеистический период очевидно что большая часть них пророков уже существует и канонизировано мы это частности видим из такой книги по-русски обычно называется иисус сын сирахов на иврите шимон бен сира вот который есть упоминание всех пророческих книг вот можно ли сказать что всегда был интервал то есть никогда книга не соответствовала написание и не соответствует тому времени значит когда происходили с конкретными под эти события описывать всегда это что-то задним числом фактически практически всегда так начну есть одна книга в танахи по поводу части которой существует предположение что она носит реально автобиографический характер то есть автор и герой это одно и то же лицо не вся книга а часть ее эта книга на химии вот на химия там есть некоторые куски которые написаны от первого лица и нет больших оснований подвергать сомнению что это действительно творчество самого этого человека которого зовут на химия хотя опять же есть и скептики на этот счет но в большинстве случаев когда мы говорим о библейских книгах как правило есть тот та или иная степень разрыва между описываем событиями и временем как бы записи вот поэтому в случае пророческих книг очевидно большинстве случаев что они создаются как книги как сборники через какое-то порой немалое количество времени после деятельности самого пророка спасибо пожалуйста еще вопросы замечания если можно в чем вообще особенность тогда то что династия династия хава таким точнее отношениях династия хава со стороны пророков то что узлопись я не очень ловил вопрос в чем что почему такое отношение у пророков династия хава что касается династия хава то на самом-то деле у нас есть очень мало упоминаний и но в пророческих текстах вот например ошеа упоминает судя по всему значит обвиняя так по крайней мере некоторые полагают что в книге ошеа там говорится о том что будет наказан дом его за кровь пролитую в израэле и некоторые полагают что речь идет о том как его сверх династию хава теперь в книге царей действительно династия хава резко негативное отношение это верно но опять же по понятной причине поскольку ахав и его жена и земель обвиняются в том что они внесли привнесли в израиль культ бала и еще дополнительные преступления им вменяются вот пророй поскольку пророческая деятельность фактически классическая пророческая деятельность повторяю начинается свою историю середина восьмого века когда уже династия хава давным-давно ничего не осталось как бы это конец династии их у то она и соотносится в основном если речь идет об израильских пророков то она соотносится вот амос и они соотносятся с династией у и обличают ее вот еще меньшей степени династия хава интересует иудейских пророков опять же это не та тема которой они занимаются когда тогда в общем возникает каким образом соотношение именно как скажем изменение статуса израиля как царство вот это на ближнем восточном ближнем востоке как это но отражается среди пророков изменения статуса когда и какого статуса но во времена ахава времена его то есть там израиль в общем-то там претерпел ну скажем так то есть он был у него в какой степени экспансии в какой степени он стал одной из скажем так значимых стран на тот момент на на вот отразилось ли это вот каким-то образом среди среди пророков смотрите что касается династии ахава я повторяю пророческая пророческая если вы имеете ввиду опять же книг пророческие книги что ну имя ахава как бы упоминается исключительно эпизодически это не не та фигура который который занимаются реально теперь если смотреть на книгу царей которая очень пристально заинтересована в описании фигура хава мы видим что по отношению к хаву от взгляд на хава достаточно противоречивый скорее более негативный чем позитивный и что самое удивительное обсуждали одно из центра один из центральных успехов которые помимо прочего связаны с именем ахава если не в первую очередь это битва при каркаре и то что сумели отбить сирийское нашествие шалманасра 3 тонах обходит от события молчание ничего про это не рассказывает трудно поверить что это было неизвестно вот поэтому я то полагаю что это молчание как раз из тех громовых молчаний которые не хотят создавать вокруг фигура хава какой-то такой вот значит репутацию славы успеха вот повторяю пророк пророки будущее вот классические пророки начиная с ушей амоза и далее они очень мало очень мало интересуется фигурой ахава и вообще все династии что они виду что это какая-то что вообще вот внешне из внешней ситуации вообще сам в израильском царстве и отношение пророков они это совершенно независимые вещи даже какой-то степени противо фазе отношения пророков и что еще и скажем так ну внешне и внутри политической ситуации ну опять же зависимости от того какой период и что именно а вы как бы алекс спрашиваете все время про хава и про династии это в какой-то степени можно дано я повторяю что тот период о котором мы сейчас вели речь это это примерно через сто лет ну начало правления ровама это узком через шестьдесят лет после падения династии умри ахава как бы осталось в прошлом и поскольку пророческие книги в пророческих книгах нет какого-то последовательного исторического описания того что происходило с израилем а есть как бы реакция на те события внутренние и внешние которым которым пророки были современниками то поэтому так и получается что столь казалось бы влиятельная и скандально известная фигура хава она значит как бы остается в тени хорошо еще какие-то вопросы замечания если вопросов нет то мы значит вот качестве промо я говорю мы будем говорить следующий раз сведем вместе израиль и иудею ахаз в иудее пеках в израиле и рыцин в арами начала эпохи ассирийских захватов и попытка каким-то образом снова отбить ассирию создав антиассирийскую коалицию что заканчивается весьма плачевно и мы с одной стороны поговорим там об истории а с другой стороны о том как она отражена в еврейских текстов какого отношения например к хазу который в каком-то смысле являлся спасителем иудейского царства в тот момент и тем не менее он описан крайне негативно танахи почему вот об этом мы будем говорить следующий раз ну пока что спасибо всем за внимание спасибо 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 на этом мы заканчиваем всем счастливые до свидания пока один спасибо